в мире кораблей ветки техники исчисляются десятками а ключевые фишки направления могут проявиться только на высоком уровне потому выбор лучшего направления задач не простая но с этой задачей точно поможет лоцман прокачавшие все эти ветки своими руками потому под акцию с халявным терпицам решил рассказать свое мнение о данном вопросе и упростить старт возможным новичкам и тем кто ради терпится решит прокачать новый аккаунт кстати на связи ваш лоцман в мире кораблей get fan и если вы еще не в курсе как выжать максимум халявы из действующих систем кораблях на старте то ролик с подробной инструкции оставил в комментариях ну а если вы его уже видели то жмите сейчас лайк и погнали разбираться с какой ветки лучше начинать играть и может быть конечно я забыл уж поправьте в комментариях но новички не испытывает особой любви к тонким тактическим материям оля корабль так по себе очень сложный и потому может заглотить в большинстве боев но если подловить моменту в нужном сетапе на особенной карте то вот в этот момент он разорвет рандом в хлам такие концепты я дружно отправляю курить в сторонке в этом видео ведь на старте до пары тройки тысяч боев за спиной узнавать в рандоме технику в лицо анализировать сетапы и тем более прогнозировать действия цепляя идеальные моменты в разных картах бывает крайне крайне сложно потому я решил посоветовать вам сейчас максимально простые с точки зрения концепты реализация которых мало того что не потребует сверхъестественных знаний о игре так еще и по умолчанию научит вас ключевым механиком на которых в той или иной степени строят геймплеи и другие ветки дальше лишь нужно уточнить какой уровень контакта вам интересен стратегически дистанционный или ваша душа требует экшена не стесняйтесь отвечайте на вопрос в комментариях будет интересно узнать мнение большинства зрителей но так как мне сильно кажется что выиграют в комментариях стратеги для которых подходит не торопливые линкоры начну разбор именно с этого направления выбора лучшие ветки линкоров для старта как мне кажется лучше сделать между конкурором ямато прославленные шлифе на или кремль они конечно теоретически тоже могут зайти но на практике реализация будет более проблемной и знакомство с игрой может забуксовать но вот кони ямато просты и хороши для новичков просто потому что на них необходимо только лишь умение попадать в противника на дистанции все остальное сделает техника за вас глобальное отличие упрощает вам выбор в том что если ямато гнет на бронебойках то конь на фугасах и первые если что потребует знания от вас уязвимых зон и моментов для стрельбы а вот вторые стабильно наносят урон но не способны наносить критичный несовместимый урон с жизнью с одного залпа дальше после этого выбора нужно уже вникать в менее значимые детали геймплея ветка ямато к примеру это классическая ветка без эльфийских фишек где все просто и понятно мощная броня и мощная артиллерия и скорее всего это все то что обычно вы вспомните при мысли о линкоре и вот это тут есть причем вполне себе приличное хотя броня появится только лишь после седьмого уровня так что придется в начале немного потерпеть но ближе к финалу все будет прилично а вот артиллерия прямо с песка в руки попадают игроку крупнокалиберная которая на шаг порой на 2 обходит конкурентов и по мощи и по значению и дает возможность штамповать сокрушительные удары по наиболее расслабленным противником в рандоме приятная фишка ветки для меня в том что фугасы тут тоже сильны потому в случае если бой выдался не простой можно комбинировать залпы и продолжать наносить высокий урон хотя бронебойки играют главную скрипку но из-за долгой перезарядки и эти стволы научат вас думать наперед что очень поможет позже даже при игре на других более специфичных ветках линкоров и слабых сторон направлений отмечу лишь хромающую живучесть на старте слабую противовоздушную защиту и сомнительную эффективность в ближнем бою которая складывается сразу из пула разных параметров чуть подробней о каждом этапе ветки рассказывал на стриме прокачки ямато ссылочку оставил для вас в подсказках а вот ветка конкерора меньше похоже на классическое направление из-за особенностей живучести броням неожиданно для большого линкора играет тут вспомогательную роль но она не то чтобы совсем никакая просто хп особенно после седьмого уровня чаще всего спасает маскировка которая позволяет лучше контролировать ход сражения и перемещаться по полю боя выходя порой из неожиданных для противника направлений ну а также не последнюю роль в целом живучести сыграет еще и особенная читерная хилка которая снижает эффект получения урона на корабле в принципе а вот нанесение урона от нас тут он просто халява за счет большого количества стволов и мощных фугасов как правило по урону так и за постоянно прокущих пожаров линкоры британские без особых забот накидывают десятки и сотни тысяч урона в руках командиров даже с минимальным уровнем игры потому что фугасу практически неважно куда попасть главное попасть а там либо урон либо пожар если для вас важны очень цифры домашки больше чем что-либо еще в игре то в этом случае возможно конь будет для вас идеальным выбором до момента более глубокого изучения нюансов нанесение урона в кораблях и награждение его опытом об этом я недавно снимал даже целый сериал про домашку и надеюсь когда-нибудь вы захотите посмотреть его полностью потому что после вас будет ждать качественный рывок эсминцы же мой любимый класс так как именно с него я начал изучение веток хотя и в последующем перешел и на более тягучий и тактический геймплей линкоров и крейсеров но эсминцы это прям one love люблю их потому что мне нравится экшен который одновременно для меня и источник острых эмоций ведь тут любая ошибка может стать причиной выхода в порт а также бодрый экшен способ проверить мою собственную реакцию и реакцию противника ведь бой зачастую приходится вести на коротких дистанциях и сражаться с юркими целями бывает банально интересно а реакция в этом случае и щит и меч и если для вас такой концепт тоже близок то при выборе веселого о луло необходимо только уточнить на сколько вы цените победы и урон примеру если победы цените сильнее чем урон то обязательно начните изучение игры через влияние на бой через захват и удержание точек на этих направлениях особо хорошо американцы за счет своей максимальной простоты за счет высоченного дпм они перестреливают большинство одноклассников в ближнем бою и потому даже не обязательно знать особенности всех эсминцев игры скорее всего большинство из них вы перестреляете что и становится вашим козырем в борьбе за точку ну а наличие дыма виде сохранялки бодрые маневренности для у воротов стиле нео поможет вашей реакции укрепить боевую эффективность есть конечно в этой ветке некоторые проблемы с нанесением урона по большим целям виду не самой комфортной маскировки и позднего появления ветки длинных торпед но с точки зрения контроля точки и игры через острова этот недостаток преодолим и если вам кажется что ветка безнадежно устарела с момента релиза то рекомендую к просмотру стрим прокачку гири совсем недавно кайфанул и знаете что-то не особо заметил разницу с тем как чувствовала ветка себя на старте игры но а изучив дальше больше карты и поняв где и на чем можно ловить эсминца создавая понимание геймплея вы попутно еще и научитесь хитростям ухода от охотников за эсминцами так как будете неизбежно видеть какие ошибки приводят ваших противников в порт а вот какие нет и получите тем самым понимание как же играть на торпедниках которые больше подойдут для сдержанных стратегов они тоже захватывают точки только лишь делают это тогда когда остальные про них почему-то забывают но давайте по порядку понять и освоить ветку торпедников может считаю любой новичок буквально за пару вечеров ведь тактика базируется на двух основных китах этой игры на любом уровне ветка близ лидер маскировки и потому по умолчанию считаем что найти наш корабль сможет только лишь авиация либо когда мы сами упоримся в атаку ну а во всех остальных случаях в руках наших незаметный ниндзя которые забирают точку под носом у противника если она осталась без защиты это же лидерство в сумме с длинными торпедами создает второго кита возможность нанесения неожиданных ударов из тени даже по самым могучим кораблям игры рыбки идут далеко урон наносит фантастический и даже одна пачка пропущенная противником может принести фраг короче ниндзя учит реализации стратегии игры и момента для нанесения атаки при этом стратегия тут более бодрящие чем у линкоров так как пик силы у нас находится на дистанции 200 300 метров до заметности в этом случае времени на маневр уклонения у противника будет меньше потому эффективность залпов у нас будет выше но и риск нашего обнаружения с последующим ухода в порт тоже будет повышенной кстати в геймплей эсминцев очень легко пройти школу выживания линкровода видите во время охоты вы неизбежно увидите какие ошибки для целей заканчиваются ваншотом а какое поведение заставляет вас самих отказаться от охоты хотя бы на время потому даже если вы очень любите игру на линкорах все равно рекомендую хотя бы немного поиграть на эсминцах ну а вот озвучить самую сбалансированную по параметрам ветку крейсеров для новичков задача наиболее сложная так как класс словно находясь между молотом и наковальней технически лишён упрощенного геймплея ведь где-то он пострадывает от линкоров а где-то от эсминцев единственное что может с натяжкой показаться таковым геймплеем это заливание снарядом сравнительной безопасности и в это направление заходят тяжелые крейсера во главе с гинденбургом а у ветки легких минотавра обе ветки порадуют даже новичков потому как по сути играются на простых и непонятных китах но вот с получением большего опыта игры то бишь скилла есть вероятность того что эти ветки получат для вас новый путь потому как они на мой взгляд очень сильно масштабируются скиллом к примеру немцы они отличаются фугасным потенциалом который укрепляется пробитием снарядов и количеством стволов и приятной скорострельностью баллистик позволяет реализовывать снаряды на максимальной дистанции они у немцев ого-го причем сам крейсер находясь на этой дистанции уже не очень интересен с точки зрения цели так как попасть по нему сложно при этом даже эту вроде бы уверенную позицию немецкое направление укрепляет еще и крепким бронированием после 7 уровня что сделает в маневре корабли очень неприятными целями все эти фишечки помогут новичкам реализовать ветку но получив побольше опыта и изучив схему бронирования кораблей ветераны раскусят настоящую мощь бронебойного залпа которая ветки гинденбурга весьма весьма заметно на начальных этапов она строится только лишь на баллистике а вот ближе к финалу еще и зачет более тяжелых и крупных снарядов а благодаря высокий альфе бронебоек прирост силы в реализации будет очень ощутимый что лично меня подталкивает к игре исключительно от флангов либо через упаранство в центре с реализацией гапа но вот это прям таки крайне непросто для немцев и граничит с упаранством потому такой геймплей я точно новичкам не советую просто говорю что иногда в него немцы могут но вот для новичков если вам прям таки хочется поиграть на ближнем бою и для этого вам нужен крейсер то тут лучше все таки выбирать что-то похожее на британских крейсеров они очень похожи на эсминцев и главный их недостаток в том что есть цитадель из-за чего они могут отправиться в порт очень быстро с другой стороны у ветки есть дымы которые стоят очень долго и подходят как место безопасного настрела артиллерия достаточно мощная и скоростейная чтобы наносить урон любым противником хотя учитывая что вооружение тут есть только лишь бронебойки все-таки вопрос позиционки тут точно не последнего значения что и делает эту ветку хоть и очень сомнительным выбором для новичков но при этом и достаточно комфортный ведь куда проще понять концепт есть опасность ставь дымы и стреляй нет опасности передвигайся рядом с точками и поддерживай эсминцев чтобы победить через превосходство в этом данное направление немного похоже на эсминцев и поэтому перед тем как все-таки прокачать британцев я рекомендую поиграть именно на эсминцах может быть вам даже не захочется потом переходить на британцев ну а авики и подводные лодки на старте я лично рекомендую вообще про игнорировать ветки эти конечно очень интересные с точки зрения возможностей но потребуют комплексных знаний игры на других классах ведь авиководы как правило знают цели по пво и маневренности еще до атаки и потому фокусит а подводные лодки точно знают где можно всплывать когда можно заместить в тактике эсминцы а когда лучше лишний раз совсем не освечиваться и играть через разведку или подводный бой потому новичкам короче подлодки не рекомендую ну а на этом в общем то все жмите лайк если обзор был полезен а я же напоследок поблагодарю зрителей которые смогли поддержать канал в это непростое время в особенности короля моря чинчупоса морских драконов с руль дегет и башу а также адмиралов константина пучкова параноика алексея емельянова дмитрия виноградова костика дошелкова михаила рубцова дэнчика иванова тем казаринова и максима антихина спасибо вам и пусть каждый ваш бой и заканчивается эпичной победой желаю вам удачи в рандоме и не только и до связи в новых видео на тв get fun пока пока